Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Сегодня мы рассматриваем с вами стиль в живописи, да и в искусстве полностью, под названием дадаизм. Дело в том, что он возник в 20 веке, как раз в период Первой мировой войны в Швейцарии. И на самом деле был против всех этих распри, против войн и варварства. И все эти работы от дадаистов были созданы для того, чтобы бороться с цинизмом, с иррациональностью, с бессистемностью. Как раз все то, что происходило в этот момент, касаемо войн. Появился этот стиль благодаря в основном поэтам, которые высказывали все своими строками. Но после этого подхватили художники, основоположниками которых стали Ханс Арп и Макс Эрнст. Они показывали систему всего, что происходило, именно таким образом, что выглядело это как протест. И довольно хорошо получалось. Но самое интересное, это то, что дадаизм был с действующим видом своим отличительным. И главным возможностью творчества считался калаш. Помимо того, что рисовали сами поэты, они добавляли ласткутки ткани, всякие обрезки бумаги, так называемые аппликации. Которые потом действительно стали развиваться и очень хорошо себя показывать. Но прежде всего, такие вот виды калашей настолько впечатлили, что разделились на три вида. И первый из них это тюрихский калаш. Он в основном являлся более случайным, потому что художники высыпали ласткутки, обрезки. И получалось изначально все даже очень прекрасно. Поэтому они оставляли все в таком виде. Второй вариант это берлинский калаш. И здесь уже больше люди и художники применяли стиль фотографии. Именно фото-калаш стал добавляться в систему картины. И естественно, это тоже показывало всякие войны, всякие возможности, которые происходили на войне. И естественно, это на зрителей влияло на отличном уровне восприятия. Ну и третий вариант это кельнско-ганноверский калаш. Он больше представлял собой поэтику. Как раз именно со стороны поэтики и появился формат дадаизма. И вот кельнско-ганноверский калаш очень хорошо это подчеркивал. Так что такие вот три вида калашей существовало в период Первой мировой войны со стилем дадаизм. Который просуществовал очень недолго. С 1916 по 1923 года. Но сыграл свою роль в виде протестов. И действительно это помогло во многом удерживать систему, которая происходила в те времена. Позже дадаизм слился с экспрессионизмом и сюрреализм. Что в принципе неплохо по отношению к тем стилям, которые тогда существовали. Хотелось бы узнать ваше мнение насчет данного стиля. Дадаизм действительно ли имел огромное влияние в период Первой мировой войны. Напишите. Не забывайте подписываться на наши социальные сети. Мы вас там ждем с вашим мнением. И конечно же было бы приятно увидеть ваши отклики о нашей работе. Видео специально для post.su. Большое спасибо за внимание.